Глава киридского поселения Надежда Терехина рассказывает, что эта история началась еще в 2017 году. В администрацию с жалобами стали обращаться жители улицы Старокуйбышевская. Они сообщили, что сосед хочет оградить вместе со своим земельным участком, находящийся рядом пруд. Они выловили всю рыбу, осушили этот водоем, даже помпами искусственно выкачивали. И после того, как засыпали осавшуюся воду, вся рыба в нем погибла. Как выяснилось, сосед решил, водоем входит в 12 соток, принадлежавших его матери. Проведенная экспертиза показала, что это не так. Когда мы пытались сломать эти дамбы, искусственные насыпи, выходили братья данного соседа, бросались под технику. Выходили, брали детей, под ковш вставали и пытались доказать, что это их земля, земля их мамы. Мы пытались объяснить, что невозможно это, ребята. И что сейчас будет павдок, и будет подтопление соседних домов. Люди в панике. Засыпать пруд нельзя, по словам главы поселения. Через этот участок проходит естественный водооток, который впадает в реку Кирицу, а потом в Проню. Зачем копать на участке моей матери? Ну, ни там копать, ни там, ни там. Это естественный водооток. Не искусственно вырубленный. Здесь проходит на шелкораз вода, которая идет с палкой. Сейчас все искусственные насыпи вокруг пруда разрушены. Осталось только убрать ограждение. Сделать это соседу придется в любом случае. Вопрос в ближайшее время будет рассмотрен на заседании административной комиссии, которая может наказать рублем за нарушение закона. Дина Ислева, Сергей Данилин, телекомпания «Город».